Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За плечами новобранцев отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа пару месяцев учебки. За это время вчерашние студенты выучили устав российской армии, научились жить по приказу и поняли, что значит родину защищать. На самом деле тут строевая уж каждый день. Физическая подготовка. Все как в армии должно быть. До присяги как бы мы еще не солдаты, не считаем солдатами. Как присягу приним, мы уже будем считаться солдатами официально. Служить России для народа, защищать отечество. Торжественная церемония принятия присяги началась с выноса государственного флага России и боевого знамени бригады. Товарищ полковник, личный состав молодого пополнения 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения для приведения к военной присяге построены. Заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Башкиров. На верность родине в воинской части материального технического обеспечения присягнуло сотня бойцов. Поздравляю с 5-й войной присяги. Желаю Российской Федерации. Присягнувших солдат поздравили командир бригады, ветераны и родители. После торжественной части уже в неформальной обстановке офицеры рассказали и показали жизнь и быт новобранцев. Родители оценили вооружение, экипировку, солдатскую кухню и казармы. Потом праздник на плацу продолжился. 75-летний юбилей отметила орденоносная бригада управления 2-й гвардейской общевойсковой армии. Бригада с 1-й гейформирования в составе 3-й армии вошла в бои Великой Отечественной войны. Завоевала там честь, славу. И в мирное время реально получить признание руководства российской армией. По итогам прошлого года отличившиеся солдаты и офицеры получили от генерала медали и ордена. 10 наград нашли своих героев. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. История Самары как на ладони. На молодежном форуме Иволга открылась выставка «Самары-2018». Посетители познакомят с историей края, его достопримечательностями и достижениями. Также расскажут о подготовке города к Чемпионату мира по футболу и наследии, которое останется после. Как сделать историю города интересной любому и при чем здесь 3D-принтер. Репортаж Валерии Макаровой. Очертания этого шатра напоминают стадион «Самара-арена». А внутри, шаг за шагом, воссоздана история города на Волге. От его основания до современности. «Самару никогда не осаждали и населения в лесах». «На много раз именно она состоялась в арене важнейших сражений народных восстаний и гражданской войны». «Самара находится в самом сердце России, но часто лишались внутренних государств.» На огромном экране фильм о том, чем «Самара» гордится по праву. Достижения науки, промышленности, уникальная архитектура, исторические личности и события. Дополняет мультимедийную выставку экспонаты, напечатанные на 3D-принтере. Это знаковые для города символы. Первым гостем выставки стал глава «Самары» Олег Фурсов. Это все делали в «Самаре», да. Эта часть делала лаборатория политикического университета. Студенты, они представили группу в области молодежной политики, и эта идея пошла от их идеи. Свет, звук, видео и текст окружают со всех сторон. При этом информация будет понятна каждому. Узнать интересные факты о «Самаре» смогут и иностранные гости. Весь текст выставки написан на двух языках – русском и английском. Организаторы позаботились даже о слабовидящих людях. Для них есть вот такие устройства. Это электронная лупа. Наводим ее на текст, фокусируемся, и лупа покажет то, что глаз увидеть не может. Даже коренные самарцы удивляются, сколько всего не знали о родном городе. Я узнала, почему ладья у нас стоит на набережной, узнала, почему именно символ коза у нас. Вот здесь ребята рассказывают. И здорово, что мы сейчас дошли, и сразу несколько человек сразу подбежали, начали, ну там, давайте мы вам проведем экскурсию. Вообще очень здорово. Действительно, на входе гостей встречают волонтеры-экскурсоводы. Они прошли интенсивную подготовку по краеведению и готовы ответить на любой вопрос. Было три занятия по 4,5 часа, плюс еще было одно занятие по иностранному языку, так как мы все волонтеры должны были иметь базовый английский язык, проходили занятия с иностранцем. Рассказывали ему о нашем городе сами на английском языке. Шатер с выставкой «Самара-2018» будет находиться на Мустрюковской поляне во время форума Иволга и Грушинского фестиваля. После она переедет на набережную Самары около бассейна ЦСКА ВВС. Считаю, что это очень хороший такой шаг в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, в рамках продвижения имиджа Самары на, скажем так, всероссийском уровне. И уверен, что он вызовет неподдельный интерес и как самарчан, так и приезжих гостей. Во время своего визита на Иволгу глава Самары прошел по лагерю, посетил инклюзивный городок и встретился с участниками и руководителями форума. Самары не докучают? Да пусть они пили, не много. Валерия Макарова, Константин Головин. События. 19 июня временной экватор форума Иволга. Мастер-классы, семинары, дискуссии продолжаются. На Мустрюковскую поляну приезжает много почетных гостей. Корреспонденты телеканала Самары Гейс ознакомились с программой выходного дня форума, причем не только как репортеры, но и в качестве экспертов. Большая страна без малых войн и конфликтов. Такое будущее необходимо России. Это основной лейтмотив смены патриота, одной из самых популярных на молодежном форуме Иволга. С лекции выступил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. В вооруженных силах СССР он служил, начиная с 1974 года. А в начале 2000-х Сергей Чабан командовал коллективными силами СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта. По его мнению, сегодня важно, чтобы люди усвоили самые важные уроки истории. В работе с молодежью мы не должны стоять на месте. Каждое поколение требует своего подхода. Что-то можно брать из прошлого, но историю самое главное забывать нельзя. Программа выходного дня на Иволге выдалась насыщенной. Мастрюковскую поляну посетили политики, общественные деятели, специалисты в области экологии, сельского хозяйства, журналисты. О том, как строится работа информационной службы, от идеи до воплощений, мастер-класс на смене «Медиаволна» провели сотрудники телеканала «Самаргиз». Коллектив «Самаргиз» сам по себе молодой коллектив. И поэтому, собственно говоря, те темы, которые мы поднимаем, они очень часто, так скажем, входят в сферу интересов молодежи. И мы стараемся очень часто обращаться к подобным темам и сделать так, чтобы людям было это интересно смотреть. И, судя по сегодняшней аудитории, люди смотрят, люди откликаются. И, более того, они даже хотят в этих процессах участвовать. Еще один гость «Медиаволны» – наш земляк, ныне заместитель главного редактора российской версии журнала «Эсквайр» Сергей Яковлев. Тема разговора – насколько в электронный век необходимы бумажные журналы. Ведь самое авторитетное издание в мире выходит исключительно на бумаге. У меня есть такая теория, что журналы когда-то станут как винил. Знаешь, которые… Все думали, что виниловая музыка умрет, музыка на винилах. А на самом деле продажи проигрывателей музыкальных растут в мире. И это всем известно. В общем, это такая история, когда при развитии информационных технологий людям не хватает тактильности. И не хватает чего-то, чем они могли бы обладать и что они могли бы поставить на полку. А потом в какой-то момент открыть и снова пролистать. Сегодня Иволга пересекает временной экватор. Пять дней до и пять после. Впереди еще много интересных сюрпризов, которые подготовили организаторы. Так, чтобы каждый из молодых участников форума, покидая его, стал на порядок взрослее, научившись ориентироваться не только в сфере информационных технологий, но и практически в каждом из направлений, которые есть в современной реальности. Олег Зверев, Григорий Бельшаков. События. Сборная России по футболу начала Кубок конфедерации с победы. Этот турнир предваряет чемпионат мира и считает свою репетицией. Несмотря на то, что игры в Самаре не проходят, в городе не остались стороне и открыли фан-зону кубка. Что за турнир уже принимает Россия и как Самара встретила большой спортивный праздник, знает Андрей Горгуленко. Кубок конфедерации – турнир репетиция чемпионата мира. Его принимают четыре города – Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Восемь команд, лучшие из каждого континента, за две недели сыграют 16 матчей. Для городов это серьезная проверка перед мундиалем. Опыт проведения этого турнира будет использован и самарскими организаторами. Как раз в Питер поехали для того, чтобы посмотреть, как идет подготовка в Санкт-Петербурге. В том числе завтра у нас еще бывает человек, который едет в Сочи и тоже посмотреть. Там будет кубок конфедерации, чтобы учесть этот опыт и здесь его внедрить у нас в Самаре. Для Самары турнир тоже стал репетицией, правда не проведением матчей, а организацией фан-зоны. Гости праздника насладились концертом, участвовали в конкурсах, вместе съели 15-метровый торт, выполненный в футбольной тематике. На сегодняшний день ведется работа на 72 дорогах, строится стадион на 45 тысяч мест. Меняется инфраструктура города, улучшается транспорт, транспортные развязки. Город получил новое развитие во всех направлениях, от социальной сферы до благоустройства. После того, как отгремела церемония открытия Кубка конфедерации в Санкт-Петербурге, в Самаре на главной сцене фан-зоны детский театр «Задумка» показал спектакль. В представлении ребята рассказали историю чемпионатов мира, показались самые яркие танцы народов тех стран, которые уже принимали муде. Кульминация дня стартовый матч Кубка конфедераций «Россия-Новая Зеландия». Его транслировали на двух больших экранах. За игрой болельщики следили пристально, вместе расстраивались промахом и вместе искренне радовались забитым мячам. Сборная России в итоге победила новозеландцев 2-0, набрав важные и необходимые три очка. Опытные болельщики задавались вопросами о качестве игры и реализации голевых моментов. Любители просто наслаждались атмосферой спортивного праздника. Но победа пришлась всем по душе. Мы рассчитывали, что больше выиграем. Я рассчитывал еще как минимум два гола. Потому что мне кажется, вот один гол, который мы еще и не забили, он нам откликнется. Очень круто сыграли, собрано самое главное. Ну, конечно, мы помогли им выиграть. Без нас точно бы 0-0 было. Я лояльно отношусь к футболу. Мне нравится смотреть, когда наши выигрывают. Сборная России по футболу свой первый экзамен на Кубке Конфедерации уверенно сдала, победив сборную Новой Зеландии. А Самара показала, что уже сейчас способна принять чемпионат мира, который будет через год. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А тем временем до чемпионата мира остается меньше года, 360 дней. Наш телеканал запускает обратный отчет. И теперь вы точно не пропустите, сколько времени остается до главного футбольного турнира. Новые урны появятся в Самаре. В следующем году наведенный во время субботников порядок должен поддерживаться. Такую задачу поставил глава Самары Олег Фурсов. На совещании в мэрии обсудили вопросы преображения города. Сюда входит экранирование деревьев, установка ограждений на красной глинке и вывоз незаконных объектов торговли. Марианна Мирная продолжит тему. Меньше года остается до чемпионата мира по футболу. И Самару уже не узнать. Город преображается на глазах. Но работы у городских властей меньше не становится. На совещании в мэрии Олег Фурсов поставил задачу обратить особое внимание на детали. Департамент благоустройства приобрел мощный фрейзер, чтобы удалять пеньки на тротуарах. А на протяжении всего гостевого маршрута установят урны для поддержания чистоты. В отраслительном состоянии урны. И в целом они уже устарели. Здесь Алексей Евгеньевич присутствует, главный архитектор. Жду от вас предложения. Или опыт другой возьмите, или сами что-то разработаете. И надо в бюджете, Татьяна Мемина, предусмотреть на следующий год производство урн, изготовление и их монтаж. Особое внимание вывозу незаконных объектов торговли. С начала года департамент промышленности провел 68 рейдов совместно с полицией. Из всех районов убрали 90 палаток и лотков. Мы можем отметить, что в этом году точно не происходит то, что было в прошлом году. То есть с одного района убирают территорию одного района и ставят на другой. Соответственно, мы там пока согласовываемся. В этом году видно за счет работы совместной группы и за счет более скоординированной работы между районами. Вот этого процесса в этом году нет. Во время подготовки к чемпионату мира с городских улиц не просто уберут все незаконные объекты потребительского рынка. Те, что останутся, приобретут цивилизованный вид, чтобы не портить внешний облик Самары. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Долгожданное событие. К завершению подходит восстановление старинного католического костела на улице Фрунзе. Наша съемочная группа стала свидетелем демонтажа строительных лесов. В настоящее время все башни здания полностью отремонтированы. Проходящую в цоколе теплотрассу опустили под землю. На самом же цокольном этаже заменили шесть окон. Также поменяли окна и двери в остальных помещениях костела, в том числе и алтарном. Причем окна как обычные, так и с витражами. Реставрация должна полностью закончиться до конца лета, после чего забор вокруг исторического объекта уберут, а территорию рядом благоустроят. Уменьшилось число ВИЧ-инфицированных, снизилась смертность от туберкулеза. И все это благодаря самарским медикам. Работники в белых халатах отметили профессиональный праздник. Тем, кто всегда на страже здоровья, вручили награды, присвоили почетные звания. Самарских врачей и медсестер поздравила и Алина Чемерис. Над детской кроваткой она не спала огромное количество ночей. Заведующая отделением детской реанимации областного кардиоцентра Ирина Козева стояла у истока в создании отделения интенсивной терапии для маленьких пациентов с врожденными пороками сердца. Сегодня медику с 35-летним стажем присвоено звание народный врач Самарской области. Нам всем помогает любовь к нашей профессии. Я ни разу не пожалела, что я выбрала вот такой путь. И, конечно, чувство поддержки, чувство команды. В реанимации мы работаем командой, друг друга поддерживаем. Без поддержки и доверия друг другу нельзя работать. В День медика награды и почетные звания получили 11 человек. Отмечен труд докторов, медсестер, заведующих отделениями. В их числе и врач-анестезиолог Ольга Бобровская. Теперь заслуженный работник здравоохранения Самарской области. Говорит, анестезиологами могут быть только люди с особым складом характера, готовые сделать все, чтобы пациент выжил. Это зависит от того, как грамотен анестезиолог, какой подход у него к больной, какую цель преследует анестезиолог. Когда он смотрит, он должен смотреть и знать, что этот больной должен обязательно нужить. Наградой удостоился и госпиталь ветеранов-воин. Его руководство вручили флаг Самарской области с лентой «Город трудовой и боевой славы». В этом году госпиталь отмечает 75-летие. И чтобы привести его в порядок, дополнительно выделено 5 миллионов рублей. Сегодня в регионе на страже здоровья жителей стоят около 40 тысяч медиков. В Самаре и Тольятти начали работать новые перинатальные центры. Своего открытия ждут клиники сердца. Новый кардиоцентр заинтересовал инвесторов из России и из-за рубежа. Считают, что такой клиники больше в России нет. То есть такая технология, такие потоки, такие объемы. И такое оборудование, которое запроектировано, запланировано и в основном оно уже поступило, в такой клинике просто в стране нет. Если мы здесь будем, еще раз хочу сказать, привлекательны, тогда у нас будет и зарплата соответствующая, тогда у нас и уровень будет соответствующий и так далее. То есть мы будем одним из медицинских центров в стране. Благодаря работе самарских медиков в регионе снизилось количество ВИЧ-инфицированных, сократилась смертность от туберкулеза. Улучшается ситуация и в скорой помощи. Бригады пополняются новыми сотрудниками, обновляется автопарк. Только в прошлом году работники скорой получили 30 новых машин. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Россиянам за сверхурочную работу будут доплачивать. Президент Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс. Новости экономики расскажет Андрей Горгуленко. Здравствуйте. За выходные нефть немного подорожала. Баррель марки Brent стоит 47 долларов 65 центов. Валюта тоже прибавила в цене. На 20 июня Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 95 копеек. Евро 64 рубля 86 копеек. Золото стоит 2332 рубля. Серебро 31 рубль 11 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 23 копейки. Дороже всего продать за 57 рублей 95 копеек. Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс. Изменения, в частности, уточняют порядок установления неполного рабочего дня и регулируют правила предоставления перерыва для отдыха. Кроме того, закон регулирует порядок учета сверхурочной работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Согласно поправкам, за подобную работу предусмотрена повышенная оплата. Последний из проектов по подготовке Самары к чемпионату мира будет выставлен на торги 30 июня. Это проект второго и третьего этапа благоустройства территории вокруг стадиона. А самарцы стали чаще заказывать еду в интернете. За первые пять месяцев 2017 года число заказов выросло почти в полтора раза. На этом все. Удачи в делах. Городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим. В Самаре прошел один из самых ярких фестивалей. Более 100 тысяч цветов украсили парк дружбы. Среди композиций из разнообразных растений белоснежка, лесные звери, ну и, конечно же, футбольные мячи. О цветном празднике репортаж нашего корреспондента. Виелы, петунии и туи – всегда выигрышные растения, признается Марина Сандалова, автор конкурсной композиции «Гусарская баллада». Участок с фонтаном и популярными городскими растениями посвящен юбилею режиссера Эльдара Рязанова. Это ваш любимый фильм и режиссер? Ну, знаете, наверное, да. Я думаю, не только мой. Люди собираются, им очень нравится здесь фотографироваться, потому что целая очередь даже, чтобы фотографироваться. Поэтому, я так думаю, людям нравится. Тем более, примерять гусарскую шляпу – это вообще в восторге всех. Именно «Гусарская баллада» стала лучшей в конкурсе ландшафтов на тему «Городские цветы». По мнению жюри, композиция была самой гармоничной на фестивале. Всего в парке «Дружбы» высадили более 120 тысяч растений. Гости праздника любовались буйством красок, покупали рассаду для своих участков и фотографировались с уникальными декоративными фигурами. Сложно выделить какие-то композиции. Все очень красиво. Радует, что городские власти нам устраивают такой праздник для жителей уже несколько лет. И каждый раз все больше и больше масштаб. Однозначно лучше, красивее, зеленее. Такие фигуры красивые, места для фотографирования. Но нам очень нравится. Мы не жалеем, что пришли. В этом году фестиваль по просьбам жителей перенесли на июнь. Приурочили к Международному дню цветка. Цветущие растения теперь все лето будут украшать территорию парка. Июнь сделали, потому что происходит массовая высадка однолетних цветов, когда еще не отцвели у нас многолетние цветы. Посмотрите, сколько радостных лиц, сколько с детьми особенно. И сегодня действительно это получился праздник. Организаторы фестиваля обещают, праздник непременно заглянет в каждый парк Самары. Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События. Пять золотых медалей из семнадцати возможных завоевала российская сборная чемпионати мира по бодибилдингу по версии НАБА, Национальной любительской ассоциации бодибилдинга. Сколько медалей на счету самарских спортсменов, подсчитал Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре прошел впервые чемпионат мира по бодибилдингу по версии Национальной любительской ассоциации НАБА. Организация прославилась турниром «Мистер Вселенная». В 66-м году его выигрывал легендарный австрийский терминатор Арнольд Шварценеггер. Им до сих пор восхищается один из руководителей НАБА. Шварценеггер – легенда бодибилдинга. Когда он выступал, он был, конечно, непревзойденным чемпионом. Но если бы он сегодня с фигурой 66-го года вышел на турнир в Самаре, он, конечно, бы сражался, но, скорее всего, проиграл бы современным качкам. Сегодня им в помощь новая система тренировок, диета и, конечно, спортивное питание. 50 лет назад культуисты ели спортпита только протеин. За титулы чемпионов мира по бодибилдингу напрягалась сотня спортсменов, 40 из них – россияне. Семеро представляли Самарскую область. На счету наших атлетов только три медали – два серебра и одна бронза. Третье место в категории женский фитнес заняла чемпионка мира Елена Шайкина. Несколько лет назад после триумфа спортсменка закончила соревновательную карьеру. И только домашний чемпионат мира вернул ее на подиум. Рады, что все закончилось, что я довольна своей формой. Диеты, три тренировки в день – это именно эти три месяца были такие. С первой попытки на чемпионате мира НАБА громко заявил о себе еще один самарский культурист Евгений Филатов. Он завоевал серебро. Спортсмен в прошлом году выступал на любительском турнире «Мистер Олимпия», конкурирующей спортивной организацией ИВББ. Устал очень сильно, так как в два этапа шли соревнования. Но вторым местом доволен, так как не выступал в этой федерации практически с 2008 года. И, собственно, вернувшись в эту федерацию, скакнул сразу на чемпионате мира, на второе место. Это достаточно хороший результат. За титул чемпиона мира среди профессионалов сражались всего четыре атлета. Двое россиян только в этот вечер стали чемпионами среди любителей и получили право выступать среди профи. Сил на вторую золотую медаль им не хватило. Чемпионом стал мистер вселенная, австрийец Фабио Майер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Погода продолжает преподносить сюрпризы. В Самаре сегодня прошел град. Стихия разбушевалась в районе Зубчининовки и в Красных Ключах, уверяют очевидцы. Люди выкладывают сеть в фотографии. На снимках видно град размером с ягоду. По словам интернет-пользователей, после того, как осадки закончились, улица затопила водой. Это осложнило движение транспорта. Ну а наш выпуск на этом завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин